Дети, взрослые, все равно воспринимают по-разному. Согласны? По-разному стой. Вы, везде есть. Поэтому кому-то нужно один раз достаточно сказать, кому-то 111 раз. Могу ли я назвать себя успешным родителем? Именно этот вопрос мама и папа обсуждали в рамках первого дня слета замещающих семей. В рамках четырех интерактивных площадок вместе с психологами и педагогами родители поднимали проблемы индивидуального подхода при воспитании детей, необходимости создания родительских сообществ, выхода из кризиса в замещающей семье, а также составили портреты идеального родителя. Например, гостям слета необходимо было написать качества, которыми должны обладать папа и мама. Еще один способ работы с родителями – метафорические карты. Метафорические карты – это карты с разными образами, которые выбирает родитель для того, чтобы понять, какое место он имеет в роли ребенка, понять, какой он родитель вообще. Выбирает карту, которая им подходит и рассказывает нам, какой же он на самом деле. Татьяна Рапухина приемной мамой стала почти четыре года назад. Вместе с мужем из детского дома она забрала девочку Надю, когда ей было два года. Сейчас ребенку шесть лет, она скоро пойдет в первый класс. Спустя два года после удочерения первой девочки, Татьяна в свою семью приняла еще одного полуторагодовалого ребенка. Девочек она считает родными, не оглядываясь на их прошлое. Для меня мои дети – это мои дети, они наши. Каждому ребенку нужна семья. Не важно, это ребенок только что родившийся или 17-18-летний подросток, которому вроде бы уже пора выпускаться в самостоятельную жизнь. Но на самом деле очень нужна, важна помощь и поддержка. Любой ребенок, ему нужна семья. Сегодня в мероприятии приняли участие около 70 родителей. Всего же гостями с лета станут порядка 150 человек. Это уже шестое такое мероприятие во Владимирской области. Всего в нашем регионе более трех тысяч детей-сирот. 90% из них находятся в семьях. Чтобы поддержать и помочь таким владимирцам, слеты организуют департамент образования региона совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Основная, конечно, цель – это поднять проблемы замещающих семей и попытаться найти пути решения этих проблем. А проблем в замещающих семьях большое-большое количество. Мы на предыдущих слетах говорили и об эмоциональном состоянии, и детей, и родителей. Мы говорили о кризисах в замещающих семьях. Ну а сегодня вот пытаемся отыскать те черты, да, те качества успешного родительства. Слет продолжится и завтра. В этот день в шести филиалах Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи будут работать интерактивные площадки, куда замещающие родители смогут прийти с детьми. В программе второго дня слета предусмотрены экскурсии по филиалам Центра, обсуждение проблемных вопросов с замещающими родителями, а также мастер-классы для детей. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант». Продолжение следует...